Доброе утро. Я приехала на съемку. Пью пока что из такого вот красивого стаканчика воду. Но сейчас возьму себе кофе, потому что немножко болит голова. Сюда такая погода, поэтому надо бы взбодриться. К тому же целый день будет съемочный день, и силы мне точно понадобятся. Сейчас мне будет красить моя прекрасная, любимая визажист, которая красила меня на мою свадьбу. Вот, посмотрю, что она мне сделает сегодня. Лизунчик захотела влог. Всем привет. Вот она та, которую я сделала. Мне мейк на свадьбу. Лайки, комментарии, конечно, да. Записываемся, пока это не закончилось. Не, Лиз, правда вообще. Прорвемся. Мейк. Обожаю. Смотрите, у нас Барби тема. Барби, да. Я вот терпеть не могу всякие такие темы, мне не идет. Мы посмотрим. То есть у меня вот розовые щеки, розовые губы, ресницы, да? Ну, может быть, ресницы я не вижу. Слушай, ну, возможно, пучок все спасет. Да, он будет типа ты такая Барби-олеган. А пучок какой-то на свадьбу? Ну, типа, ну... Ну, попроще. Да, потому что по времени. Ну, ты, кстати, меня быстро тогда на свадьбу собрала. Да? Не помню. Ну, что-то долго сидели. Блин, такое утро хорошее было тогда. Да. Что утро так? Так хорошо было, красиво, дешевно. Кстати, надо будет, может быть, пара бутов. Да, привет. 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 Слушай, мне так нравится этот цвет, что я тут сделала. И вот этот боббиграунд. Но только, да, очень видно, что не купить этот. Или можно найти в Никсе или где-нибудь еще. Нет, она другая. Все-таки боббиграунд, как будто, знаешь, он как будто мусорнистый больше. Это могла меня не расстраивать. Мы тебя порадовала. Нет, он, наоборот, сухой, этот карандаш. А где он? Не знаю. А, вот он. Основа вот такой вот карандашик. Пэйл. Малитточка. Не могу прочитать название. Малф какой-то. Малф. Малф, да. Малф, да. Съемка у нас закончилась. Все сняли. Слушайте, так хочется вот здесь вот, конечно, уже подстричь. Все хочу записаться. Мастер занята. Мне нужно подровнять все кончики и, наверное, немножко вот так вот челочку сделать. Мне она нравится, как она так, знаете, вливается в общую прическу. Вот. Поэтому хочется сделать. Так, жарю курочку. Вот тут вот уже замороженный шпинат уже подтаивает. Овощи готовятся на гриле потихоньку. Вот, значит, салатик. И скоро буду готовить. Вот у меня совсем чуть-чуть осталось пустом. Тоже обжарю. И сюда, кстати, добавляю сливки. Вот у меня тут три пачки сливок. Сюда добавлю сливки, посолю, поперчу. И в салатик еще пойдет фета. Еда готова. Такая молодец. Такая молодец. Это вкусно. Вот такой вот у нас сегодня ужин. Кстати, хотела добавить, что цветную капусту перед жаркой я не варю. И она получается такая хрустящая. Очень вкусная. Карелия. Девочка стоит. Такая красавица. Сейчас получится порцию еды. И любви. А, на лужайку? Блин, он уже мяукает. Типа, что, приехали, давай еду. Все, куда подстала. Приехали отдохнуть. Вот тут кот с собакой уже играют. Ну, они такие дружбаны любят друг друга. Не дерутся. Да ты что, ты раздавишь его сейчас? Вот такая вот красота. Бокал шампанского. Снега полно. Животные наши тут все собрались. В общем, отдыхаем. Ну, давайте, проходите быстрей. Джулька ревнует. Да, Джулька? Доброе утро. У меня тут полный бардак. Вообще, книга, которую я уже, наверное, года два не могу осилить. Вот эта книга, которую мне посоветовала психолог. И вообще, нужно здесь все убрать, потому что это трэш. Это, кстати, мое вообще с детства. Моя с детства игрушка. Я сейчас еду на тренировку. Сейчас 10 утра. Как видите, я записываю на телефон, а не на фотоаппарат. Хотя на фотоаппарат мне больше нравится качество. Но я не могу везде его с собой таскать. Не знаю, может, сейчас возьму его с собой. Так как у меня сегодня съемка. Сначала я еду на тренировку. Вот у меня уже все приготовлено. Вот, 10 утра. Тренировка. И дальше я еду на съемку, на творческую. Мы с ребятами договорились. Тут у меня собранные вещи для съемки. Я выступаю еще и в качестве стилиста. Хотя я вообще нифига не стилист. Вот. Поэтому посмотрим, что будет. Я так собрала, что у меня есть. Примерно образы, которые я вижу. Смотрите, подстригла себе челочку. Ну, не сама, конечно же. Вот. Мне очень нравится. Я люблю такую вот аккуратненькую, входящую, общую длину волос. Сегодня суббота, выходной день. Я сегодня просто мастер на все руки. Вот уже 13.41. Я уже три часа делаю торт. Сейчас вам его покажу. Завтра приходят гости. Племянник моего мужа. Маленький, у которого был день рождения. Поэтому вот я решила приготовить тортик. Так вот посидим. Плюс я очень давно хотела этот торт показывать. Я его первый раз так украсила. Вот такими, в общем, штуками. Ну, не знаю, нравится ли мне украшение или нет. Я обычно его украшала фруктами. Либо просто оставляла беленьким. Ну, в принципе, такой симпатичный. Со сметанно-сливочным кремом. Бисквит с маком. И в каждом слое прослоечка с клубникой, киви и бананом. В общем, очень вкусный, очень домашний. Вот. Если нужен вам рецепт, то пишите мне. Прихода Сашного племянника. Украсили шариками все. Поставили вот такие вот тарелочки очень красивые. Мне прям очень понравились такие прям для мальчика. Свечки. И на самом деле это так прикольно. Сейчас были в детском магазине. Я просто хожу и понимаю, что я сама все хочу. Хочу во все играть. Там какой-то песок специальный, из которого там лепить что-то надо. Какие-то разные штуки. Не знаю, столько всего интересного. Куколки всякие. И мне прям снова захотелось стать ребенком, чтобы мне это все подарили, чтобы я в это все играла. Просто. Вот. Но я думаю, что не буду снимать, когда все придут. Сегодня пятница. И я уже сходила на тренировку. Я сделала большую тренировку на пресс. И сходила еще на групповую, на круговую, на попу. Значит, скоро Пасха в воскресенье. И в этом году я решила снова приготовить куличи. В прошлом я тоже готовила. Вот. У меня немножко они... Как бы они были вкусные, но чуть не получились. Поэтому я решила попробовать сделать это еще раз. Вот. Приехала в магазин. Сейчас буду всем закупаться. Я целый день вожусь с куличами. Уже 17.30. И это просто коллапс. Я не буду делиться рецептом куличей, потому что, честно, они у меня не так, что прям идеально получались. Не поднималось тесто. Я дважды делала. Мне кажется, что там я допустила какую-то ошибку, хотя делала все по технологии. Скорее всего, что-то было не так с дрожжами. Но что, я все равно делаю. Такие вот получились красивые покрашенные яйца. И вот там вот делаются куличи. Когда все силы отдала на куличи, вот так вот выедим. Сейчас я их еще буду готовить для них глазурь. Доброе утро. Поздравляю вас с праздником. Вот такие вот красивые куличики. И там еще два. Сейчас будем завтракать. Ну, красиво, и что? Понедельник. Ну, в смысле, новая рабочая неделя. Я позанималась в зале. Долго занималась. Поэтому на мне уже нету сил, лица. И вообще, я очень устала. Заехала себе перед работой купить кофе вот в эту вот кофейню. Но оно такое, знаете, молочное-молочное. А я бы хотела, чтобы меня взбодрило. Но вот чувствую, таки меня не взбодрит. Снулась домой со съемки. Настроение сегодня категорически не позитивное. Вообще, пришла, легла. Просто думаю, не хочу ничего делать. Не хочу готовить. Не хочу вообще... Погода за окном. Ну, как бы вот... Серость, понимаете? Вот такая вот серость. Мерзость. Вот. Это, конечно же, тоже влияет. Но все-таки я взяла себя в руки. Готовлю ужин. У меня тут, правда, бардак. Здесь у меня уже пожаренные котлетки куриные. К ним у меня будет шпинат в... Как называется это? Сливки. В сливочном соусе. И пюре. То есть все это вот так вот друг на дружечку сложу. Ой, запотело. Покажу вам результат. Должно быть очень все вкусно. Очень вкусно. Я положила вот туда, вот на самый низ пюре. Здесь этот соус. Посыпала все. По-моему, это кинза. И вот куриные котлетки. С моей любимой капустой. Боже мой, я так хочу есть. Все. Приятного аппетита мне. Писание, здесь только овощи. А здесь что-то рыб. Почему? Ну, что тут все порядок. Пироги и все. В смысле, тут нет ни рыбного, ни мяса. В общем, мы вышли в новое средение, в котором мы никогда не были. Но мы, как всегда, я, как всегда, недовольна тем, куда нас посетили. Вот, собственно, как обычно. Спасибо. Отмечаем четверг. Просто, просто четверг. Пирог с чем? С капустой или с мальчиками. Значит, с мальчиками. И вот такой вот салат с грушей и стретч-теллой. Сейчас будем пробовать. Я люблю сидеть. Это вкусно. Будем молодая капуста с черным трюфелем. Вот это было, кстати, очень вкусное блюдо. Пирог. Было. Я любвият мало чесного трюфелем. Ну, либо это из-за того, что у меня рецепты. И сегодня устанавливаются. И сейчас все это попробуют. Все, мы вышли из ресторана, сели в машину, уже так похолодало, оставлю метку, где мы были, ресторан на самом деле понравился, если бы нас посадили в главный зал, было бы вообще классно, я не знала, что у них есть отдельная терраса, честно сказать, на террасе, но немножко другая атмосфера и в основном в зале, конечно же, круче. Как тебе? Да, отличное место, да, мне понравилось меню хорошее. Но тебе же не понравилось, что ты сначала, тебе только овощи, только овощи. Хорошо, я люблю, знаешь, всякие булки. Да, Саша любит пасты, хачапури, булки. Нет, здесь бургер. Нет, ну и это тоже в нашей жизни присутствует, просто и такое для разнообразия тоже прикольно. Ты меня снимаешь, что ли, ты хоть предупредила? Нет, мне первое блюдо очень понравилось, которое с грушей, просто, я вообще не знала, что оно будет такое вкусное, но это сочетание сладкого, орешков, сыра, просто бомба. Самое вкусное десерт. И десерт, да, мы же взяли десерт, бриошек, самый знаменитый десерт, он был очень вкусный. Сейчас едем во вкусвилл, потому что Саша хочет купить себе тортик. Тортик. На съемку делаю себе маску, это уже вторая маска, первая была увлажняющая. Вот сейчас такая лифтинг-маска от Натуры Сибирика. Прикольная маска, после нее лицо такое, прям мягенькое. Вот, а я вчера, как вы видели, мы были в ресторане, я выпила пару бокалов шампанского, поэтому выгляжу я, конечно, не особо, поэтому вот пытаюсь привести лицо в порядок. Протерла уже лицо кубиком льда, вот масочки. Сейчас небольшой массаж и уже буду делать макияж, буду делать очень легкий макияж, нюдовый, вот, а вечером тренировка. Забыла показать макияж на сегодняшний день, он таков. Мне, кстати, очень нравится, когда вот волосы так лежат. И я припарковалась уже недалеко от съемки, но я просто в шоке. Все утро была хорошая погода, было солнце, и сейчас я вам покажу, что творится за окном. И чтобы вы понимали, мне нужно дойти метров 300 до съемки, может, чуть побольше. Хорошо, что я взяла с собой шарф, у меня с собой зонт. Спасибо, что я это все взяла, потому что или моим волосам пришел бы тотальный просто конец. Это снегодождь в конце апреля. Ну как это так? Слушайте, вот у меня на куртке вот такие вот пятна, и они ничем не выводятся. Непонятно, от чего это, то есть, как бы, ну я аккуратно все ношу, все хорошо. От чего они могут быть, я не понимаю. Кто-нибудь скажет, может быть, мне подскажет, чем их вывезти. Так, волосы убираем, куртку. Очень хорошо. Похоже на... Хочу туда идти. В общем, я решила заехать и покушать, и встретила около тресерана Олю. Оля стилист, моя подружка. И мы так вот совершенно случайно вообще оказались в одинаковой форме. Я не знаю, как это получается, но это уже не первый раз такое. Оля, вот она Оля. Оля, пицца. А у меня полезный супчик. Счастливый человек. Мне нельзя перед тренировками, будет плохо. Вы понимаете, как распогодилось. Все, солнце. Я в шоке. И вот так вот прикольно встретила подружку. Посидели, поели. И вот сейчас я еду на тренировку. Город стал какой-то супер прочный. Это немножко раздражает. Но ладно, ничего. Сейчас за полчаса доеду. И буду уже тренироваться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.